Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев супермаркетов площадью от 10 тысяч квадратных метров, находящихся вблизи федеральной трассы, строить подъездные дороги к этой самой трассе. Кроме того, местные власти получают право обязать торговые центры подсоединяться к дорогам муниципального значения. Как говорят авторы инициативы, все это существенно сократит бюджетные расходы. Трасса 101 Средняя выплата по ОСАГО продолжает увеличиваться. В прошлом месяце, по данным Российского союза автостраховщиков, она перешагнула за 80 тысяч рублей. Еще два года назад речь шла о сумме вдвое меньшей. Страховые компании связывают рост с повышением лимитов выплат, что произошло в 2014 и 2015 годах, плюс деятельность недобросовестных юристов. Добавлю, Союз автостраховщиков обещает запустить на своем сайте 1 июля усовершенствованную и безотказную форму оформления электронной автогражданки. Трасса 101 СМИ сообщают о новом способе развода водителей, в первую очередь дальнобойщиков. Мошенники устанавливают на обочине пустынной дороги манекен, который издалека напоминает нетрезвого человека. Когда автомобиль приближается, злоумышленник дергает за веревку, и манекен летит под колеса. У шофера создается ощущение того, что он сбил человека. Пока водитель ходит и осматривает место неожиданного ДТП, преступники крадут из его машины ценные вещи. Трасса 101 Вторичный рынок легковых автомобилей немного оживился. Рост по сравнению с маем прошлого года – 4%. Lada Samara Hatchback по-прежнему является самой приобретаемой машиной с пробегом среди наших марок. У иномарок лидирует Ford Focus. В целом на долю автоваза приходится почти каждая третья проданная поддержанная легковушка. На втором месте – Toyota, на третьем – Nissan. В сентябре этого года в продажу поступит обновленный Toyota Land Cruiser Prado. У внедорожника существенно изменится передняя часть за счет более узких фар головного света, иных хромированных деталей, другого бампера и так далее. В салоне – новое рулевое колесо, приборная панель, центральная консоль. О стоимости машины пока не сообщается. Минимальный ценник существующей версии Prado – без малого 2 миллиона рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте. Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.